Вообще о том, как Венгрия продолжает защищать российские интересы в ЕС, мы далее поговорим с нашим следующим гостем. Это Дмитрий Тужанский, директор Института Центральной Европейской Стратегии. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Итак, Дмитрий, ну вот это вот визит Орбана на похороны Горбачева. Вроде бы, ну да, невинная совершенно ситуация, но с другой стороны, в контексте войны против Украины, России, и вот как-то странно выглядит, поскольку он фактически единственный из всех мировых лидеров, вот так вот приехал, то есть очень хотел попрощаться с Горбачевым, он для него там что-то важное, или это была вот именно та демонстрация, чтобы показать, что я вот могу, я не такие, как вы, и что-то в этом роде. Да, действительно, когда речь идет о похоронах и прощании с исторической личностью, да, то хочется все-таки верить, что в мотивациях политиков, даже таких, скажем так, очень прагматичных политиков, как Виктор Орбан, есть какой-то такой личностный момент, не знаю, сентимента, там, уважения. Но, к сожалению, мое мнение, в этой ситуации Виктор Орбан больше думал о себе, нежели о Михаиле Горбачеве. Если вы попробуете найти в Google даже на венгерском языке общие, вот, ну, как бы, где на фотографии, но и Виктор Орбан, и Михаил Горбачев, вы не найдете. Сказать, что они как-то были близки, ну, тоже нельзя сказать. То есть это совсем не та история, которая есть у Виктора Орбана с Гельмутом Коллем, да, с очень известным тоже политиком, ну, вот этих времен. Да, можно привязать, конечно, визит Виктора Орбана к факту тому, что свою карьеру венгерский политик начал как раз в период распада Советского Союза, но еще до его официального, собственно, распада, и с речи как раз антисоветской, что с требованием вывести советские войска с Венгрии, и тогда молодой Виктор Орбан, он первый, кто это заявил, это так было очень-очень смело, это было публично на площади во время перезахоронения как раз вот Тимра Надя, одного из венгерских лидеров. Но все-таки мое мнение, что Виктор Орбан принял вот это решение приехать в Москву, чтобы опять спровоцировать, сбудоражить, попасть, не знаю, там в медиа, и прикрыть свою вот эту международную изоляцию, в которой он находится с момента, собственно говоря, российского вторжения и той позиции, которую Виктор Орбан занял в этой войне. Это позиция пророссийская, антизападная, изоляционистская. То есть это вот такая вот игра. Ну, немного, мне кажется, не получилось, потому что Песков очень оперативно сказал, что встречи между Орбаном и Путиным не будет. Я думаю, Виктор Орбан хотел, чтобы этого заявления не было, и появилась вот эта вся конспирологическая теория, мол, как бы тайно встретились, там обсудили, а возможно, а да, а мирный план и геополитика. Все, что Виктор Орбан любит, показать себя гораздо, скажем так, важнее политикам, чем он есть на самом деле. Дмитрий, но, к сожалению, настроение в Венгрии диктует не только Виктор Орбан. Ведь просто жители этой страны тоже очень настроены, ну, можем так сказать, они очень поддерживают вторжение России в Украину, они не осуждают эту страну. Как так случилось, что страна Европейского Союза стала на сторону зла, на сторону оккупанта? Ведь давайте посмотрим. Мы знаем, что парламент Грузии тоже в основном пророссийский, но настроения самих грузинов абсолютно разнятся с этим. В Венгрии такого не происходит. Тут я с вами не соглашусь в двух аспектах. Влияние Виктора Орбана на Венгрию, на венгерское общество колоссально. Это не личное его влияние, но в том числе, а также это влияние этой системы, медиа, СМИ и всех этих институций, которыми контролируют, которые контролируют Виктор Орбан и его команды. То есть уровень контроля за общественным мнением в Венгрии, он беспрецедентный. Особенно если учесть, что Венгрия это страна ЕС и НАТО. То есть говорить о классической демократии, о классическом общественном мнении в Венгрии, мы можем разве что на уровне Будапешта, столицы, но не на уровне страны. То есть уровень контроля, он беспрецедентный. Поэтому те нарративы, те мысли, самые даже такие абсурдные, что там Россия напала потому, чтобы предотвратить нападение на себя со стороны Украины. Они в них верят люди, потому что это они слышат, не знаю, сколько раз на день с радио, с телевидения, читают в интернете и так далее. Второй момент, с чем бы я не согласился, если вы не против, то не все общественные мнения, которые опубликовываются по поводу Венгрии и которые тиражируются в украинских СМИ, им стоит доверять. Потому что, опять-таки, например, в команде Виктора Орбана, в партии Фидес, есть целая сеть аналитических центров, которые, скажем так, через социальные опросы и их результаты оправдывают и легитимизируют позицию Виктора Орбана. Сегодня это позиция пророссийская и антиукраинская. Поэтому они регулярно публикуют в соцопросы, что там 90 венгров процентов или 80 против предоставления оружия Украине. Почему? Потому что это позиция Виктора Орбана, это его игра. Или там столько-то венгров за дружбу с Россией. Ну и так далее и тому подобное. Тут надо очень осторожно анализировать. Я не говорю, что венгерское общество, оно проукраинское. Так сложилось, что вот сейчас я в Украине, но когда вторжение началось, я был в Венгрии. Я там работал, как раз занимался исследованием общественного мнения венгерского. И я бы сказал так, что общество разделено не пополам, конечно, но где-то треть венгерского общества, оно проукраинское. Оно прозападное, оно хочет помогать Украине. Возможно, не столько оружием. Но вы видите, что происходит в Европе вообще. Например, митинг в Праге на 70 тысяч. И это Чехия, которая очень проукраинская. Если вы посмотрите, какие правительства в Европе дают Украине оружие, то да, конечно, есть Польша. Но, например, обратите внимание на Румынию или на другие страны. То есть вопрос предоставления Украине оружия, оно очень чувствительное. И это не только проблема Венгрии. Проблема Венгрии в чем? Что эта страна, она, знаете, стала такой идеальной Европой в понимании Владимира Путина. Вот как себе Владимир Путин думал, что Европа прореагирует на вторжение в Украину. То есть не будет поддерживать санкции или будет против них, не будет предоставлять оружие. Будет вот такая скептическая. Вот такая сегодня Венгрия. Но не такая вся Венгрия и не такая, к счастью, вся Европа. Дмитрий, возможно, есть часть вот в этих нарративах еще определенных какие-то, возможно, имперские амбиции Орбана. Вот он неоднократно там как-то какие-то претензии на Хорватию, он там что-то еще. Не будем забывать, что Закарпатия украинская тоже считается так вот в Венгрии определенными людьми своей территории. Мы помним там и раздачу паспортов венгерских гражданам Украины, которая происходила. То есть вот этот тоже момент, он, очевидно, тоже каким-то образом, ну вот как раз способствует пророссийским этим настроениям. Абсолютно. И тут как бы игра с двух сторон. Потому что часть венгерских политиков до сих пор поддерживает вот эти, я бы не говорил имперские, скорее реваншистские настроения. Почему это так правильнее, как по мне, говорить? Потому что в понимании венгров, вот, например, Трансильвания или там часть Хорватии, что вы говорили, там, Сербии, Словакии и, собственно, в Украине, в Закарпатии, это исторические венгерские земли в их понимании. Да, и вот есть такая партия Мигозанг, это наша страна, если это перевести, да, то они открыто выступают за то, что Венгрия должна ставить вопрос возвращения этих территорий в свои границы. К счастью, Виктор Орбан и партия Фидес не придерживаются этой политики, но они, скажем так, иногда двузначно об этом вот изъясняются. И это провоцирует, собственно, конфликты. Но, поймите, тут уже надо более реалистично сказать, что любое какое-то пересечение вот этой красной линии со стороны Венгрии, оно, скажем так, уничтожит саму же Венгрию. Потому что это будет цепная реакция, потому что за Трианонским договором, к чему все сводится, вот эти венгерские исторические земли, как они говорят, они были распределены между соседними в государстве. Поэтому, если Венгрия, не дай бог, что-то попытается спровоцировать с Украиной, это помимо фактора ЕС, НАТО и так далее и тому подобное, сработает фактор соседей. И это в Венгрии все понимают, то есть там, к счастью, все очень здравомыслящие, прагматические политики, поэтому они так, к сожалению, цинично этим иногда манипулируют. По поводу паспортов и все такое, знаете, Украина сегодня, она настолько быстро меняется и настолько самоопределяется как страна. Вот я вам скажу, я в Закарпатье, я тут вырос, и у меня есть знакомый, который этнический венгер, который с венгерским паспортом, я ее видел, и сейчас он на передовой. Поэтому, знаете, это все относительно, и очень важно понимать, что Венгрия, конечно, сегодня вряд ли тянет на друга Украины, Виктор Орбан также вряд ли на друг Украины, но они не наши враги. Враги это Россия, и Россия в контексте украинско-венгерских отношений, она играет сразу против двоих. То есть она провоцирует и венгров, и украинцев как раз на взаимный конфликт. Как с него выйти, большой вопрос, но это уже надо работать политиком, дипломатом и экспертом. Дмитрий, кстати, вот вы знаете, я тоже с западной Украиной родом, и, к сожалению, у меня, конечно, знакомых с венгерским паспортом, которые сейчас на фронте воюют за Украину, у меня нет. Но я вот, вы сказали о красных линиях, и все-таки давайте быть реалистами. Венгрия вряд ли проголосует за присоединение Украины к Европейскому Союзу. С НАТО те же самые вопросы, они не раз блокировали вообще доступ Украины к альянсу. По вашему мнению, не пора ли, в принципе, в Европейском Союзе вообще пересмотреть методику принятия решений, когда решает большинство, и Венгрия ничего не будет блокировать? Потому что вы правы, может, она и не Россия на минималках, но она во многом усложняет сейчас ситуацию в Украине. Я и согласен, и не очень. Венгрия проголосовала за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Поэтому я бы не был таким категоричным, что она не поддержит Украину в вступлении в Евросоюз. Но надо понимать, что этот вопрос нацменьшинств и вот этот все закон о образовании, вот о языках, из-за которого, который, собственно, есть объективной, не знаю, основой для украинско-денгерского противостояния, это будет на повестке дня, и надо будет, очевидно, принимать какое-то решение. И мне кажется, что это будет даже вне зависимости от того, будет ли Виктор Орбан тогда при власти, когда Украина будет вступать в Евросоюз или нет. То есть этот вопрос Венгрия будет поднимать так или иначе. Она его поднимала до Виктора Орбана, когда вступали в Евросоюз. Евросоюз, там, Румыния, Словакия, то есть все соседние страны, где есть вот этот вопрос меньшинства. Что касается, конечно же, позиции Венгрии в Евросоюзе и вообще то, чем Венгрия там занимается, то вы абсолютно правы. И Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, фактически все институции сегодня заняты Венгрией очень часто. И против Венгрии сегодня инициировано наибольшее количество санкционных процедур. Из-за того, что законодательство Венгрии, политика Венгрии, ее позиция, нормы, они не соответствуют или идут, ну как бы, они противоречат тем нормам, которые есть в Евросоюзе. Сегодня Венгрия единственная страна, ну там с Польшей еще вопрос, но она до сих пор не получила деньги от Евросоюза на возобновление после пандемии ковид. Это большие деньги, миллиарды евро. И то есть за Венгрию уже взялись эти дебаты между Брюсселем и Будапештом, они длятся уже 12 лет, сколько Виктор Орбан при власти. Они касаются приблизительно всего. То есть там Венгрия принимала новую конституцию, закон о медиа и так далее и тому подобное. И каждый раз Венгрия, знаете, она как раз, как говорят, ходит по краю. То есть она не переступает как раз к красной линии, но постоянно провоцирует, постоянно провоцирует скандалы. И такое впечатление, что уже в Евросоюзе, в Брюсселе уже устали от этого и готовы, скажем так, гораздо жестче реагировать на вот эту такую очень иллиберальную политику Виктора Орбана. Ну посмотрим, какие будут результаты. Пока что это санкции и санкции денежные, но из-за них уже в Будапеште, я не могу сказать, что паника, но они переживают. То есть им деньги сейчас нужны, как и всем, потому что кризис в Европе, на Западе очень-очень, ну во всем мире, собственно, вот разворачивается. Дмитрий, вот как вы сказали, венгерская власть ходит по краю, что называется, провоцирует. Ну Орбан-то сам понимает, что он фактически страну такой в разряд изгоев переводит. То есть и это сознательно происходит. То есть даже специально, можно сказать. То есть он понимает, какие могут быть действительно последствия? Хороший вопрос. И знаете, этот вопрос, который я ставил перед собой, как раз последнее, ну особенно после вторжения, потому что я вам еще раз скажу, я был в Венгрии, видел все на собственных глазах, как отдельные люди самоорганизуются, а часть общества, ну просто распространяет вот эти все российские нарративы. Ну не то, что нарративы, это ложь, да, о каких-то нацистах, о том, что Киев упадет за три дня, о спецоперации. То есть просто ужас, какая-то параллельная реальность. И насколько осознает венгерская элита и Виктор Орбан, что он делает с Венгрией изгоя, действительно, посмотрим. У меня такое впечатление, что не осознает. Более того, Виктор Орбан, он и его вообще соратники, они очень упертые и самоуверенные. И мне кажется, они хотят и надеются все-таки переломить ситуацию, затянуть на свою сторону как можно больше союзников. Вот они сегодня там очень активно реагируют на то, что Варшава сказала, что вернется к сотрудничеству с Вышеградской четверки. Для Венгрии это прям сигнал такой оптимистический, мол, Варшава вновь захочет иметь или разморозить дипломатические отношения с Будапештом, которые явно заморожены с момента вторжения. И как раз из-за позиции Виктора Орбана и очень лояльной позиции к Москве. Поэтому Виктор Орбан пытается затянуть на свою сторону как можно больше хотя бы каких-то союзников. Ну, пока что в этом списке только Папа Римский, Дональд Трамп. Я имею в виду на Западе. Ну, не густо. Ну, там я имею в виду с власти. То есть там есть еще Сальвини, Ле Пен, Франция, Италия. Но они... Ну, Ле Пен, к счастью, проиграла. То есть пока что Виктор Орбан в одиночестве. Но, знаете, я бы его недооценивал. То есть его вот эта напористость, упертость, она играет против Украины. Вот. И с этим надо что-то делать. Да, вы правы, Дмитрий. Надеемся, что на это действие будет должное противодействие.